Всем привет! Сегодня я буду петь два вида пирогов. Вернее, две формы вот здесь у меня, видите, стоят. Один я сделаю халтурный, а другой сделаю настоящий. В чем разница между нашим пирогом, обычным, классическим и американским? Это в том, что в американском пироге всегда есть внутри начинка. И начинка достаточно, я не могу сказать, что жидкая, но она другая, скажем так. Почему я один назвала халтурным? Потому что у меня вот здесь есть вот такая начинка, она продается в любом американском магазине. E.D. Smith Apple, для pie filling написано, видите, внизу. То есть это для тех, у кого мало времени. У меня сейчас немного времени есть, я обычно вот с этим пеку пироги. Но сейчас у меня немного есть времени, поэтому я покажу вам два варианта. Для тех, может, у кого вот таких вещей нет, можно испечь с яблоками. Обычно для выпечки я выбираю все-таки зеленые яблоки. То есть здесь они называются Granny Smith, бабушка Smith называется. То есть это яблоки кислые. Вот. Я люблю, когда контраст идет между сладким и кислым, тогда вкусно получается. То есть, ну или любые другие кисловатые яблоки можете взять. Не обязательно именно этот сорт брать, любые яблоки. Ну, нужно будет приблизительно три яблока. Нужно будет одно яйцо мы возьмем, как вы видите. И, значит, что касается основы для теста, это будет у нас, я беру обычно tender flake. Tender flake. Здесь нам нужен будет один паунд. То есть рецепт у меня идет по-старому еще написанный. Один паунд это 454 грамма. Иногда в канадских рецептах все еще присутствуют. Паунды, унцы и всякое такое. Поэтому приходится мне как бы иногда приспосабливаться. То есть это растительный жир я беру. Я знаю, что этот рецепт не один из самых здоровых рецептов. Но я должна сказать, что это тесто просто божественное получается. Я уже несколько раз его делала. Причем это тесто можно запросто еще и сохранить для... То есть получать его достаточно даже на несколько пирогов. То есть если, допустим, вы даже все не израсходуете, вы всегда можете положить его, завернуть в пищевую пленку, да, и положить в холодильник и испечь, например, в следующий раз. Тесто получается очень рассыпчатое и вкусное. То есть там можно вообще любую начинку положить. То есть не обязательно яблочную можно купить начинку. Можно купить любую другую начинку. Просто само по себе тесто очень хорошее. То есть в данном случае я беру один паунд, это 454 грамма. Но это на большое тесто. То есть если вы не хотите, например, такого большого количества, вы можете, естественно, уменьшить, вот, скажем так, продукты, да. Затем вам понадобится 5 стаканов муки. Здесь я уже с муку просела. Как всегда я использую муку для cake and pastry. То есть я использую вот такую муку. Я уже о ней говорила. Robin Good. Так, стоп, сейчас мне ее в руку взять, что у нее есть борщиного. Отпачка вот такая. Ой, на французском языке. Стоп. Даже еще французский вам теперь еще изучать придется. Вот, Robin Good. Best for cake and pastry. Она очень мелкого помола, поэтому все получается с ней очень воздушное и хорошее. Но если вы хотите использовать обычную муку, ничего от этого страшного не случится. То есть 5 стаканов муки, я здесь ее уже просела. Значит, 1 чайная ложка нам понадобится baking powder. Так, опять, что такое? Все у меня на французский сегодня. Вот, magic baking powder. 1 чайная ложка. Да. 2 чайные ложки соли, потому что это тесто получается... Так, куда я соль заперла? Так. Я ее уже взяла и уже все, я ее убрала. Это тесто получается нейтрального вкуса. И поэтому вот она у нас. Я использую обычно кошерную соль. Она очень интересную форму имеет. Она такими маленькими птиогольничками. И она не настолько соленая, насколько обычная соль. То есть мне эта соль очень сильно нравится. Пройдется в суперсторе, кому интересно. Нужно просто поискать ее. Итак, 4 столовые ложки. Это у нас отходит на второй план. Коричневого сахара. Вот у меня коричневый сахар. У меня здесь хранится в баночке вместе вот с такой штучкой. Все знают, что коричневый сахар нужно держать. Так, стоп. Что коричневый сахар нужно держать вместе с вот такими штукенциями, сделанными из глины. Вы их можете положить в стакан с водой, чтобы они впитали в себя воду. И обратно положить в сахар, для того, чтобы он у нас оставался мягким. На чем он заскорузнит и будет как кусок цемента. И ничего у вас вообще из выпечки не получится. Вот так вот. Нужно будет одно яйцо. Слегка взбитое. И одну столовую ложку виногр. Виногр. Смотрите, вот у нас написано. Это по-английски будет у нас оцет по-украински. Слушайте, даже украинский уже перебираю. Но в русском не пришло. Уксус. Столовый уксус. Слушайте вообще. То есть белый. Белого уксуса понадобится. И немного воды. И давайте сейчас мы замесим тесто. Вообще тесто делается очень легко и просто. Этот пирог печется очень легко и просто. Но они очень вкусные. Обычно такие пироги американцы едят, или канадцы едят. Со взбитыми сливками и мороженым подаются. То есть сам по себе пирог такой не кушается. Он естся еще там мороженое, ванильное обычно добавляется. И взбитые сливки. Получается очень вкусно. Итак, давайте приступим к замесу пирога. Итак, в муку я добавляю 4 столовые ложки коричневого сахара. Смешиваем сначала все сухие ингредиенты. Сейчас мы добавим туда еще 1 чайную ложку бейкинг паудр. Без верха. 2 чайные ложечки соли. И перемешиваем все это. Перемешаю все сухие ингредиенты. Теперь я во все это добавляю растительный жир. И получается у нас такая вот смесь. То есть нам нужно весь растительный жир перемешать с мукой. Я буду сейчас смешивать жидкие ингредиенты. То есть нужно взять 1 яйцо. Слегка взбитое. Нам нужно будет 1 столовую ложку винога. То есть это у нас будет уксус. Уксуса. Вот в обратную сторону. Совсем. Сейчас я вам тут наготовлю. Так. Уксуса. Слегка взбить. Добавить нужно воды к этим 2 ингредиентам. Так что получился 1 стакан жидкости. Итак. В наши сухие ингредиенты я уже вмешала. Ну то есть как это. Руками потеребила. И это все мы выливаем сюда в тесто. И начинаем потихоньку замешивать тесто. То есть для того, чтобы собрать его. То есть и потом перед тем, как месить наши пироги, нам нужно будет его завернуть и положить в холодильник. Оно должно остудиться перед тем, как мы будем делать пирог. То есть вот прям в самой миске я замесила тесто. Оно получается, видите, слегка липучее. То есть можно, естественно, добавить больше муки для того, чтобы потом это тесто обработать. Потому что, естественно, с таким липким тестом работать крайне неудобно. То есть я сейчас его слегка присыплю мукой. Домешу и сложу его в пищевую пленку и положу в холодильник. Для того, чтобы можно было тесто обрабатывать. Когда оно приморозится немножко, оно станет более сговорчивым, скажем так. Немного совсем муки вы видите, я присыпала. Сейчас я уберу тесто с рук с помощью муки и положу его в пищевую пленку. Смотрите, как оно мне буянит-то. Все. Итак, вот оно наше тесто, которое я замесила. Сейчас я положу его в холодильник где-то минут на 30, минимум минут на 30. Потому что вы видите, что оно достаточно большое у меня вышло. Сейчас оно уходит в холодильник. Остужаться. И вот у меня есть две формы, в которых я буду печь пироги. Я помню, я хотела купить их поменьше. Мама говорит, что поменьше, побольше, побольше. Знаете, как в этом анекдоте. Дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше. Почему я выбрала именно эти формы? Есть, конечно же, формы, которые просто вот, как они, тефлоновые, да, или еще какие-то. Потому что пирог американский, он вообще из этой формы не вытаскивается. Он просто в ней нарезается и уже сразу туда вытаскивается. И даже в ней подается на стол. Так просто удобнее. Иначе вот если вы будете его вытаскивать, потому что тесто, которое мы сделали, оно настолько песочное. И оно настолько нежное, что если вы будете его вытаскивать, оно, скорее всего, сломается. То есть пирог потирает свою форму. Поэтому в Америке, в Канаде я буду говорить, да, в Америку говорить не буду. У нас подается вот именно, это как тарелка уже получается. И потом, когда вы его съели, то она, естественно, естественно моется. Итак, у меня есть яблоки. Вы знаете, я так яблоки покупала, как-то я пошла в Омарти, я их, кстати, взяла. Там, значит, были яблочки поменьше. И потом я перевела глаз наверх, увидела побольше, давай побольше брать. Видно, знаете, что первое яблоко взяла, по сторонам не смотрела. Второе взяла, по сторонам не смотрела. Глянула наверх, увидела большие яблоки, так, о, сразу начала большие яблоки грести. Нам нужно будет на один пирог приблизительно три яблока. Почему я взяла больше? Потому что обычно, когда я пеку халтурные пироги, как я их называю, вот с такими наполнителями, я туда все равно добавляю свежие яблоки. Получается очень вкусно. То есть просто сверху еще крошу свежие яблоки. И для того, чтобы сделать начинку для этого всего, яблоки мы их очищаем и нарезаем кусочками. Сейчас я вам покажу, как. Затем нам понадобится одна столовая ложка муки, один стакан сахара, одна вторая чайной ложки синнамон. Синнамон это у нас идет корица. Написали бы какими-то большими буквами. Вот, синнамон, видите, корица. И одна восьмая чайной ложки соли. И одна чайная ложка масла. Итак, пока оно замораживается, я не хочу, чтобы яблоки у меня потемнели. Хотя, в принципе, можно, конечно, их сбрызнуть лимонным соком. Это все знают для того, чтобы не потемнели яблоки. Но у меня дилемма. Я не знаю, ли у меня есть лимон. Я не посмотрела свой холодильник, когда я начала печь. Поэтому я начну приготовить яблоки к пирогу, тогда, когда у меня остудится тесто. Остудится. Да. Подмерзнет. Я не знаю, что еще сказать. Как оно называется? Охладится. Вот, наконец-то я подобрала правильное слово. Видите, что у меня происходит с языком-то? Ладно, будем ждать. И потом я вам покажу, как можно оформить пирог сверху. Так, чтобы он более-менее нормально выгляделся. И чтобы товарный вид имел. Итак, вот оно наше тесто. Туесок такой, да? Который я уже подержала. В холодильнике. Сейчас я приблизительно разделю его на две части, да? Потому как у нас будет два пирога. Из одной я сделаю, опять-таки, два пирога. То есть это будет у нас приблизительно одна часть на низ и одна часть наверх. Значит, это будет у нас на один пирог. Сейчас я это все раскатаю. Это я обратно положу в холодильник. На случай, если мне нужно будет это тесто обработать, а мне нужно будет его обработать. А из этих двух я сделаю основу для своего пирога. Раскатываем тесто по диаметру нашей формы, которая у нас есть, которую я сейчас буду сбрызгивать своим любимым маслом для выпечки. Вот наша форма стеклянная. Я возьму ПЭМ, который для выпечки вот такой есть. Так, стоп, где он? Вот он, ПЭМ для выпечки. И побрызгаю форму. Ну, тут уже есть мука. То есть его желательно разболтать, для того, чтобы муку-то взболтать, да? Форму все для того, чтобы к ней ничего не пристало. Итак, размещаем тесто в форму, так, чтобы все края были у нас закрыты. Включая вот эти плоские края. Потому что вы заметили, что на формах... Сейчас я возьму чистую форму. Особенность для выпечки пирогов американских, это то, что у формы есть бортик. Видно, да? Итак, сейчас я уже готова открыть. Я сделала уже два пирога. То есть я уже все поставила. Сейчас я открою стоп нашу баночку с яблоками. Вот, крашка очень удобная. Вы видите, она на магните держит крышку, для того, чтобы она не упала обратно. Отмагнитить можно. Итак, вот так выглядят наши яблоки. Вот они в сиропе, да? Сейчас я их выложу в пирог. Распространю их по поверхности. И почищу еще два яблока. И, значит, среди этих яблок, которые уже законсервированы, я добавлю еще настоящие живые яблоки. И его можно прям вот так вот нарезать дольками. С ним будет все в порядке. Обрезаю просто качан. Потому что качан, естественно, вам не нужен. Семечки вам тоже не нужны. Необходимые ингредиенты уже добавлены в саму выпечку. Знаешь, таким образом, я вот так вот яблоки сверху я оставлю. То есть я ничем больше присыпать не буду. Как есть, так и оставлю. Мне кажется, что синдамон там уже есть. Все уже есть. Сахар есть. Я лимон у себя не нашла. Ну, поэтому я прикрою немного ее пищевой пленкой и оставлю в сторону. И сейчас займусь приготовлением второго пирога, который у нас будет с яблочной начинкой натуральной. Итак, я начинаю чистить яблоки и нарезать его точно такими же кусочками, как я вам показала. Итак, я уже почистила. Здесь у меня 3 яблока. Я думаю, что мне этого будет достаточно. 1 столовую ложку муки в яблоки положим. 1 стакан сахара. 1-2 чайной ложки корица. Сюда у нас идет 1-8 чайной ложки соли. Ну, я, естественно, возьму на глаз. Масло кладется сверху на яблоки. Итак, мы перемешиваем яблоки вместе со всеми ингредиентами, которые мы только что на них насыпали. И высыпаем это все в пирог. Я взяла немного масла в свои руки. И, значит, вам нужно сверху положить масло небольшими кусочками на яблочке. Вот таким образом мы распределяем маслечко. Просто кусочками сверху положили. Сейчас мы будем создавать на пироге красоту. Итак, я достаю тесто из холодильника. Ребята, если у кого-то тесто очень сильно липнет к рукам, поднесите туда немного муки, для того, чтобы вам было удобно. Но не совсем много, иначе тесто будет забито. Просто для того, чтобы его можно было элементарно обработать. Итак, я раскатала тесто на столе. Но оно недостаточно толсто. Видите, раскатано. Может быть, это сколько там. Я не знаю, какого там. Линейка не замеряла. В общем, теперь что нужно сделать. Вот таким колесиком. Я разрезаю его на полосочки. Приблизительно одинаковой ширины. Итак, мы берем наш пирог. Каким образом мы поступаем с полосочками? Мы кладем полоски на сам пирог. И они должны быть длиной такой, чтобы они, естественно, доходили до краев. Затем мы будем их переплетать. То есть, каким образом мы переплетаем. Так, давайте возьмем раз, два, три. Давайте возьмем четыре. С четырьмя будет интереснее. Две полоски мы поднимаем наверх. Кладем одну. Опускаем эти две. Поднимаем эти две. Берем полоску поменьше. Кладем ее. Опускаем. Видите, получилась плетенка. Делаем то же самое все в обратном направлении. Берем еще одну полоску. Кладем сюда. Опускаем. Вот таким образом украшается американский пирог. Сейчас я... Мне не хватило одной полоски. Я сейчас еще раскатаю немного. Мы отворачиваем те, которые уже, видите, держатся тестом. Мы отворачиваем их. Кладем сюда еще одну полоску теста. И опускаем. Пожалуйста, вот такая красивая плетенка у нас получается. Для того, чтобы края пирога выглядели красиво, можно использовать обычную вилку. И защипить их обычной вилкой. Вот такой приблизительно получается. Можете смазать его яйцом поверх, когда он выпекается. Я его ничем не смазываю. Прям так ставлю. Он все равно получится у меня красивый. Пока этот пирог я отставлю в сторону. И я сделаю второй пирог оформленный. Вот такой краешек у пирога. Мы сделаем все красивенько, аккуратненько. Пожалуйста. Тесто лепится легко. Итак, после того, как мы оформили край пирога, пирог получается вот таким. И теперь мы отправляем два этих пирога в духовку при температуре 350 градусов. Правда, есть рекомендации, что сначала нужно печь при температуре 450, 10 минут. Потом выпустить на 350. 35 до 45 минут. То есть 350 градусов 35-45 минут. Мы печем эти пироги. Те, кто захочет, могут их потом вытащить немного ближе к окончанию выпечки. Смазать их яйцом для того, чтобы они красивее смотрелись. Итак, мои два пирога готовы. Так, стоп. У меня там на заднем плане идет корейский язык. Если вы слышите, я изучаю корейскую косметику. Пока жду, пока стыкутся мои пироги. Вот так мои пироги выглядят. Будем кусать. Надеюсь, что вам понравился мой рецепт. Приятного аппетита. Мороженое и взбитые сливки сверху. Отрезайте кусок пирога, как торт. Мороженое, сливочное. Фу! Ванильное и взбитые сливки. Всем пока-пока. Надеюсь, вам рецепт понравился.